Мороз сбором фуры для военнослужащих не помеха. Она отправится на самое сложное сейчас, бахмутское направление. Первыми грузят два автомобиля УАЗ Хантер и Газель. Сейчас я с разгончиком. Не как тот танк. На этот раз груз очень ценный и нужный, впрочем, как всегда. Необходимое для мобилизованных, в том числе разведчиков, собрали на весьма внушительную сумму в 10 миллионов рублей. Есть здесь и целая эскадрилья дронов, то есть рэп-систем. Есть система защиты дронов, тоже изготовленная здесь у нас на Алтае. Система наполнения. Техника традиционно отправляется. Две единицы техники. Кладроцикл, который тоже подарен здесь лично Владимиром Николаевичем Атмашкиным. И это очень важно для группы эвакуации, для разведчиков. В фуре поедут усваренные в крае печки буржуйки, блиндажные свечи, маскировочные сети. Два госпиталя получат несколько инвалидных колясок и очередную партию медикаментов. Близкие по традиции отправляют ребятам на передовую посылки и письма. Большую помощь погрузке сегодня оказали студенты архитектурно-строительного колледжа. Хрупкий груз складывают особенно аккуратно. Там квадрокоптер, там тепловизор. На него только мягкое. Сопровождать груз практически до места назначения будет руководитель волонтерского движения «Разведка Сибирь». Говорит, старались удовлетворить любые просьбы ребят с фронта. Поэтому в фуре есть и вкусное сало, и такой необычный груз, как веники для бани. Это просьба от солдат, потому что, когда наши разведчики возвращаются с заданий, к сожалению, все грязные, мокрые, им необходимо отогреваться. Поэтому очень попросили веники. Поэтому большое спасибо жителям Первомайского района, города Бийская, Косихинского района, которые собрали целую партию веников. Теперь самое главное – доставить фуру как можно скорее. На этот раз барнаульцы надеются, что до места назначения она доедет за неделю. А в феврале уже будет очередная отправка. Делаем все, делаем вместе все для победы. Татьяна Голубева, Алексей Фризин. День с толком.